друзья мои всем большой привет очередные приключения ждут нас сегодня так что тихонечко продвигаемся в сторону пих друзья вчера был прекрасный солнечный день и нам с надеждой удалось побывать на прогулке около интересных деревушек также удалось сходить на соленый родничек многие из вас я думаю видели этот ролик это был очень солнечный день и просто прогулка была на высоте принесла небольшую усталость но это лишь приносит позитив сегодня же погода маленько было не в нашу сторону но от прогулки мы отказываться не хотели потому что запланирована была у нас выход сходить прогуляться до хижины до заброшенной мы осенью построили не хотелось бы увидеть как она выглядит на сегодняшний момент и решили прогуляться до нее погода была уже не очень как вы заметили все-таки весь путь нам предстоял вдоль железной дороги тропинка вдоль железной дороги была вполне работоспособной для ходьбы снегу на ней уже не было местами проколупывались уже первые мачи мачехи но это была лишь часть пути потому что основную часть пути нам предстояла пройти уже по заснеженным местам которые в итоге на нашем пути и встретятся так что идем тихонько в сторону дальнейших приключений друзья хотел сам приготовить такой вот жердь она помогает при ходьбе очень хорошо то есть дает опору многие видели наверняка ходят с лыжными палками в принципе это одно и то же но я но они не лыжные палки они подобие я такие не привлекаю потому что мне нужна одна лыжная папка и не легче и готовить самому взял вырубил в лесу и все то есть где по пересеченной местности передвигаешься очень удобно будет ходить а нам часть пути придется идти по снегу видите такой тут вот допустим лесок небольшой и снегу это много нам на вот только дремучий лес забираться там скорее всего лесу снегу будет больше а сегодня как видите вода пасмурная на улице нету мороза не было такого то чтобы нас образовался скорее всего снег рыхлый но это мы все увидим проходим первую речушку как мы видим уровень в речках в лесных по сути то очень даже небольшой то есть грубо говоря воды немного но это только начало потому что в лесу еще снегу предостаточно таять бот сто процентов еще и долго так же друзья темой сегодняшнего ролика вот только поход до нашей хижины там не знаю как ее назвать навес не просто интересно развалился он или нет заодно не хотел бы показать что можно нужно принципе да вот как даже совет иметь с собой по минималке ходя в лес то есть так сказать минимальное количество шмоток в своем языке для тех кто уходит в лес за грибами поход на какое-то определенное время все равно только зачем нужно нужно ли вообще новых комментариях можете потом добавить чтобы еще добавить надюха меня помнить все тропинки по каким-либо мы хоть раз гуляли она останавливалась отворачивала на них ждя меня потом видишь что я не туда перебегала на следующую тропинку сидит там я сейчас блин иду все не смотрю где-то и не видно так убежит вперед меня на отворотку на какую-либо и там сидит вот сейчас она отправляется по правильному маршруту но по-моему она спустилась не то есть не с той стороны речки сейчас дойдем увидим сегодня вот вообще нисколько не жарко на улице самый раз где-то по погоде вчера был переодет хотел раздеться лишнюю кофту снять у меня кофта булка и куточка это не риск не продают уже напотелся но я вчера скинул несколько килограмм вроде уже скидывать некуда но прям чувствовал как и меня килограммы слетают брались до речки может когда моя любимая теперь прошло то не очень сильно полюбилась а да она и на первый раз пустилась не по тому маршруту с этой стороны мне надо обойти и там спускаться там она ждет уже сидит красота не знаю найду снег вроде держит здесь а там вроде его не так уж и много чтобы держать и место было открыто и улеглась правильно надо полюбоваться такой красотой сейчас я спущусь дюхо да и ты ушла тому дальше пойдем дальше мы туда ходили ладно сейчас еду красота вода правда здесь очень мутная вчера мы были выше намного по течению но не много но порядочно там вода была много чищи прям хотелось попить эту воду я пить бы не стал много винистых берегов они моются талай водой и из этого вода становится мутной что ж надюшка ты туда проваливаться вот такая палка явно нам не помешает сегодня я как же заметили жертву взяли вообще не зря таким нас там даже не пахнет приходится вот так вот мучаться это создает при ходьбе естественно шум так что я надеюсь у меня простите очередной раз за то что лишние помехи помехуют в моих роликах не знаю думаю доберемся так то вот местами вот здесь до снегу немного проваливаться неудобно сбиваться дыхание но это явление временно говоря устал посеял отдохнул пошел дальше надюхо чем заниматься на флаг перед меня сидит ждет я подойду она опять убежит мне быстрее получают заходить она дальше пойдет опять подождет ладно будем двигаться дальше вот на некоторых участках снегу вообще нету на таких свальчиках и муравейники уже образовались на муравьев я пока не вижу может пока прохладно так то многие насекомые бабочки вчера видели летают уже за всю теперь опять снег начнется нашем пути нынче страшно я все-таки за речка прекрасно когда на большинстве водоемах еще лет наших краях большие реки озера тем более там рыбачьи можно еще на мормышку льда и чем я возможно еще и займусь побывать на такой речке из этого и ходишь рот открыт открытую воду давно не видел красиво здесь я думаю даже со словом очень красиво друзья вместо слова несколько шагов просто малыш мне не мне кажется хижину по идее таким вот такой зимой который была снежной сильной ее все-таки раздавила потому что конструкция была так себе и она была подчищать хотя бы раз за зиму прийти но мы здесь не появлялись сильно трудоза суда добираться с одной стороны срезана дорога ну короче долго объяснять но труду труднодоступна так что я думаю сейчас мы все увидим но мое мнение хижина должен не должен быть то посолом быть куча дров погнали сейчас видеть завериться с трудом на по-моему она на месте и и и и и и и все на месте обалдеть друзья все как было такие вообще ничего не изменилось все таки блин крепко сделал я думал раздайте снега ну ничего не какой пейзаж открываться с этой высоты речуха тут речуха и надюха куда-то ушла сразу по делам поняла что я скорее всего здесь осталось пока к дай-ка я пока побегаю поищу мышку или белку друзья коли мы уже добрались до места найдем хотя бы скулить потому что разговаривала думал что я с ней я буду вам показывать что я ношу с собой в рюкзаке по минималке вообще то есть то что не необходимо и вообще уровень необходимости каждой вещи потом расскажу это необходимо потому что это монопод иногда приходится с него снимать это не для вас друзья непосредственно я ношу с собой топорик не всегда но если я уже запланировал что-то возможно строить либо мне что-то где-то надо будет срубить для готовку дров знаю что допустим валежника нету придется где-то что-то вот сухостойную какую-то зафигачить я то просто бой беру но уровень необходимости и вот такой надо думать дома нужен у тебя нет потому что это очень большой лишний вес спички один из самых важных приметов необходимости нахождения в лесу стоит на первом втором месте на первом наверно смотря где мы находимся в каком лесу потому что есть спички есть огонь есть светло есть тепло дальше уже проще нету огня с собой все беда да крапка спичек обязательно завязаны пакетик потому что могут промокнуть всякого от всякая погода случается опять же делит с огнем теплом первое место вот это можно подумать что есть молоко это обычная вода питьевая почему такой именно упаковке вот первых меня другой дома не было чтобы воду налить во вторых это бумага то есть ее сожгешь ничего не будет а то где-то я бутылку пустую сжег в костре мне потом предъявляли некоторые зрители что мы так делать нельзя но все же фонарик мера необходимости ну это так себе этот фонарик хороший его можно держать в холоде то есть он не сядет в рюкзак бросил и он с собой умом случае если идешь с ночевкой без малая но фигов фиговастника приходится пара периодически прошлый год я уже показывал это патроны и пусковое устройство сигнальная ракета то есть если ты лесу заблудился я уже поговорил что вот эта штука спасет мне это подарили и посоветовали тут я показал вам делаю это второй раз сигнальные ракеты большой громкий хлопок происходит напоминающий выстрел ружья и улетает яркое светящееся пятно воздух высоко сейчас мы бахать не будем есть сухие места лучше это делать вообще и только приходим при полной необходимости просто так стрелять не вижу смысла так друзья наверно часть рюкзака мы уже испроведовали мы что могли понять у нас есть тепло и вода вы заметили что у меня нет еды с собой потому что я знал что сегодня на мне в принципе не понадобится это что-то готовить ведь я не буду перекус дома перекусили и пошли домой придем в принципе не поздно наедимся таскать с собой еду носим по мере необходимости также носить с собой термос либо чайник некоторые прийти на природу говорят на обязательно иметь с собой только там котелок или там чайничек вот у каждого свое я как бы на природе на груз часто не это не сильно необходимо у нас есть просто вода чтобы пить если захотел не захотел не пей но вот любом случае самое главное это вода и спички это если вы заблудились где нет воды и тепла ну в принципе вас спасет в любом случае без еды прожить можно без воды тяжело если не найти и достать и тем более питьевую лучше не рисковать посмотрим что дальше у нас есть в языке вот друзья вот это считаю самое одно из важных туалетного бумага а нифига не весит может послужить как туалетного бумага в первую очередь а там определите если совсем сухого ничего нету чтобы развести костер как салфетки где-то умылся руки вытереть допустим или вляпался там где-то нечем руки вытереть тоже не весит нифига занимает но не совсем много места завернуто в пакет все положил держит есть не просит так давайте-ка до дна этого отверстия дойдем я теперь стал с тобой носить так как это тоже не совсем тяжелая вещь пользуюсь довольно редко просто где-то в поле пришел мне она давно куплена это монокли в принципе штука недорогая блин что-то застряла но вполне не способна и бах где-то в поле тебе вдали надо увидеть что там где-то шевельнулась ты притих посмотрел и все завернул обратно это вообще не то чтобы необходимая вещь это так личная пихоть скажем так куда важнее иметь собой какой-либо нож у меня их раз-два сейчас появился еще один который я ношу вот здесь это последнее мое приобретение рекомендовать не буду но очень мне нравится он компактный всегда он под рукой я думал дешманский посмотрел по интернету принципе то полторы тысячи стоит кому интересно чуть больше даже подарок был как бы в призах был он после на чемпионате на чемпионате республики коми достался в призах лежу череве в кармашке потом если интересно покажу поближе какой нож с собой иметь но это тоже ваше личное мнение сфера его необходимости так себе тоже может нужен может нет друзья сейчас я покажу первую очередь на ножах какие я знаю два вида очень осторожного обращения с ними то есть выглядит вроде бы как бы так себе бумажка не через собой не произойдет но самые такие большие глупости которые могут случиться с вами когда вы пользуетесь ножами со мной просадил одна из них так что я не первую очередь расскажу друзья объясняю вот этот один нож один раз меня подвел из-за чего у него хоп видите когда остается он легко и может в рюкзаке выпасть просто-напросто выпал из рюкзака валяется в рюкзаке мы стоим руку за чем-либо и вот один раз я себе растек палец так неплохо где-то условиях живой природы такие вот проблемы и нафиг нужны то есть лучше всего чтобы нож был мой взгляд в первую очередь убран какой-то специальный отсек где он сам по себе остаться не сможет я его кину просто рюкзак внутрь и довольно плотной застежкой которые вот так вот в принципе это сам по себе выпасть никак не может допустим как этот у меня жена и достать не могла ведь она в принципе достается так очень просто вторая вещь сама не происходило но происходило с другими людьми я просто объясняю как это было когда втыкают нож не держит опору на палец ну просто где-то там решил вот мы в стол там побаловался дерево поясе с но нам не помешат втыкается нож со всей силы рука соскальзывая дальше по лезвию сейчас я его воткну втыкается подальше по лезвию и пальцы вот так вот полностью вот по такой остроте лезвия проходят и до сухожилий расфигачиваются пальцы это очень надо делать аккуратно не надо там понтоваться перед кем-то и размахивать ножом ножом как чипаев саблей хорошая ножи имеет очень большую заточку любая глупость приведет беде и как бы по факту любая травма по глупости их можно таких вот глупых действий произвести много я просто два только произвел которые один я знаю что происходил такой а второй простил со мной просто языке на сашка с топором тем более может быть всяких чудес так что думайте сами техник безопасности я сегодня тут просто рассказывать не буду упомянул что такое произойти все-таки может раз уж мы маленько затронули тему травмирования само собой я обычно ношу в кармане курточки но я сейчас пошел и думаю взяты астромироваться смогу и брать того не стал выложен я беру с собой но в основном таблетки безболивающие другие таблетки но если у вас есть какие-то болезни то лучше брать допустим я могу брать там от кашля иногда что-то если я болею и ухожу куда-то ну это в принципе я просто объясняю куда важнее иметь с собой бинт вата бинт тоже как турет на бумага ничего не весят помочь могут я тоже кто смотрит меня постоянно знаю что я не пренебрегаем этим и травмировался неоднократно и приходилось тоже импровизировать лучше извиняюсь опять же перейдеть а чем не добавить и все с собой иметь сегодня на важное как я уже говорил если у вас есть какое-то мнение что иметь с собой нужно напишите в комментариях сейчас я покажу что я опять же повторюсь и покажу что я имею с собой и уровень необходимости просто выложу первое второе третье четвертое не включая там аптечки грубо говоря на первое место я я поставлю огонь это как что вы там любите зажигалки но не могут подвести спички все-таки не так подводят вода не смотрите на упаковку это не реклама это вот так покажу чтобы не видно было на втором месте потому что ну пить его вода на себя нужно на третье место поставлю нож из того что я сегодня показал на четвертое туалетную бумагу но это опять же личная прихоть можете лопухами работать мне как бы я свое показываю мнение ну а это вообще даже вот скорее всего по мере необходимости вот это вот на четвертое месте это уже от этого уже все лишние прихоти брать не брать думайте сами то есть это просто приколы такие вот вплоть до топора топор не обязательно иметь с собой имеет лишний вес но этот легкий принципе как тамагавк я думал что все не пригодится может а дожить вырубать думала видите друге валя в принципе предсказуемо было что она будет валяться на дороге друзья все я постарался снять приятное видео для себя но это не на видео хотел побывать ходить просто увидеть как это здесь все и наличию пребываться и все место у меня здесь такое приятненько и при этом делать приятное видео для вас полезное приятного в нем не знаю мало но полезность какую-то из него вычерпить я думаю можно так что надеюсь она вам понравилась поддержите пальца вверх сейчас мы будем тихонечко управляться домой больше снимать ничего не вижу смысла потому что все что я хотел вам сегодня показать я уже показал так что киньте за новостями пишите комментарии тому что интересно попытаюсь ответить может какие-то темы накидаете интересно для дальнейших видео всем пока увидимся что у меня что у меня